МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комитет по благоустройству получил карт-бланш от Госадмотехнадзора. С помощью внештатных инспекторов, с помощью их материалов мы теперь имеем полное право возбуждать административные дела. Комиссия по благоустройству начала проверку городских территорий. Мы берем район, объезжаем его. Конечно, может, этого недостаточно, но начинать надо. Чтобы обсудить мир на земле, люди спустились под землю. В Серпухове на базе МУК «Водоканал» прошла штабная тренировка по гражданской обороне с участием областной делегации. Накануне больших региональных учений такие мероприятия проходят по всему Подмосковью. Штаб ГОЧС собрался в обстановке максимально приближенной к боевой, под землей. Такого масштабного события в «Водоканале» не было даже во времена Советского Союза. В этот день в бункере за железной дверью заперли более 30 представителей из разных городов. Ничего криминального, просто проверка герметичности. Это ни экзамены, ни аттестации. Хотя ее убежище «Водоканала» прошло без проблем. Областная делегация приехала в Серпухов, чтобы увидеть, как выглядит надежная защита предприятия, дающего городу воду. Подземелье «Водоканала» спустились не случайно. «Водоканал» уже в течение пяти лет является лучшей организацией по вопросам выполнения мероприятий гражданской обороны, готовности к этим мероприятиям. В данном случае убежище, которое у нас здесь демонстрируется, является лучшим на территории города Серпухов. Сергей Бушта с гордостью рассказывает гостям о состоянии бункера, о том, как включаются системы подачи воздуха. Специалисты шутят, что свежего и чистого, как в горах. Двери закрываются надежно, а питьевой воды хватит надолго. Вместо бака на 200 литров, положенного по нормативу, сюда привезли две емкости аж на 4 кубометра. Поскольку «Водоканал» сервис работает в системе жизнеобеспечения города, то по всем планам города мы подчиняемся администрации. И по плану города мы здесь остаемся работать в особый период. То есть это военные действия, когда начинаются, мы остаемся работать. Построенные 80-е убежища и по сей день способны защитить более 150 работников предприятия. Здесь не страшны ни утечка химикатов, ни радиации. И на сегодняшний день в городе это одно из самых лучших – место защиты. Это убежище в любой момент готово к защите. Электросети, система фильтров и даже телефонная связь всегда в исправном состоянии. Всего час под землей на поверхности, на делегации выходят с заметной радостью. Все-таки в мирное время готовиться к войне не хочется. Но в случае угрозы, и это теперь известно всей области, Серпухов без воды не останется. Ася Климова, Рубана Сатуров, ОТВ, Серпухов. Комитет по благоустройству расширил полномочия своих сотрудников. Начальник территориального отдела номер 26 Госадмотехнадзора по Московской области Андрей Федоров вручил семи сотрудникам администрации удостоверение внештатных сотрудников. Документ позволит бороться с нарушителями порядка более эффективно и на законном основании. Как бороться с правонарушителями порядка в городе? С письменными заявлениями о нарушениях в отделении Госадмотехнадзора жители зачастую обращаются с письменными заявлениями, фотографиями. Однако это не дает права на возбуждение административных дел. Мы обязаны выехать на место правонарушения, сами зафиксировать факт правонарушения, после чего возбудить административные дела. Зачастую проверить пост фактум нарушения не представляется возможным. В зоне ответственности 26-го территориального отдела Госадмотехнадзора находится Серпухов, Пущино, Протвино и Серпуховский район. На четыре муниципальных образования силы штатных сотрудников против нарушителей чистоты и порядка явно не равны. В отделе работает всего 10 штатных специалистов. На помощь приходят внештатные инспекторы. Команду из 29 социально активных добровольцев пополнило еще 7 сотрудников комитета по благоустройству. Удостоверение внештатных инспекторов позволит им бороться с нарушителями порядка на законных основаниях. Теперь с их помощью мы можем возбуждать административные дела. Они будут выявлять различные правонарушения в области чистоты, порядка и благоустройства на территории нашего города. И с помощью их фотографий, актов обнаружения признаков правонарушения мы имеем возможность возбуждать административные дела. «Внештатным инспектором может стать любой социально активный, честный и объективный человек, достигший 18 лет. Сотрудник обязан действовать строго в соответствии с должностной инструкцией. Превышение полномочий или использование удостоверения в корыстных целях могут повлечь за собой увольнение и более строгие меры наказания». 17 ноября подмосковным родителям предложат принять участие в онлайн-опросе на тему продолжительности учебной недели. Опрос проведут на школьном портале Московской области. В пресс-службе первого зампреда областного правительства Ольги Забраловой сообщается, что родители смогут проголосовать за пятидневку, либо за шестидневную учебную неделю. Связано это с возросшим количеством писем в областную думу по этому вопросу. Результаты огласят на одном из заседаний правительства в декабре. Комиссия по благоустройству продолжает работу по выявлению и решению городских проблем. Представители Госадмотехнадзора, Комитета по благоустройству, имущественным отношениям, руководители ресурсоснабжающих организаций, председатели уличных комитетов и депутаты осмотрели состояние территории обслуживания управляющей компанией Зонария ЖКХ. Задача Комиссии по благоустройству – пресечение нарушений и выявление городских проблем, требующих решений. На улице Октябрьской их искать долго не пришлось. Неправильное использование магазином мест для наружной рекламы, мусор на клумбе. И здесь же, за углом, не санкционированы торговля продуктами прямо на ящиках. У меня есть договор аренды, торговое место в магазине, есть литературные книжки, всё-всё-всё есть. Вы считаете, что это законно, да? Характерно, что эти нарушители уже облагались штрафами, а ВОЗ и ныне там. И таких рисковых персонажей можно встретить на каждом шагу. Неправильная парковка, автопарк сломанных автобусов на улице Дачной. Здесь же импровизированная мойка, а в нескольких метрах захламлённая старыми автомобилями и кучами мусора гаражной территории. По каждому факту нарушений будет составлен акт и наложен штраф, как на физических лиц, так и на юридических. По результатам предыдущей были и к административной ответственности нерадивые собственники привлечены. Какие-то выводы и наши предприятия. Вы видели, что мы тоже недорабатываем и мусорные площадки в ненадлежащем состоянии, и где-то тоже не убрана муниципальная земля. То есть у нас к себе вопросов, наверное, больше, чем к другим. Поэтому для этого и проводим эти мероприятия. Все проблемные моменты на территории управляющей компанией Зонари ЖКХ будут рассмотрены и переданы для их решения в надлежащие организации. Опиловка старых деревьев, ремонт тротуаров, остановок, дорог. Одна из важнейших задач, которая стоит перед городскими властями, это пересмотр системы вывоза мусора. Комиссия по благоустройству будет выезжать на улицы города дважды в месяц. Следующий рейд состоится в конце ноября. Елена Киселева, Александр Поваляев, Ольга Волкова, Общественное телевидение «Серпухов». К этому часу это все новости. С вами был Алексей Романовский. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин